Давай, удачи! По такой дороге после обильных осадков вынуждены ездить автолюбители Муйского района. От прежней трассы здесь не осталось и следа. Теперь она больше похожа на горную реку. Отмечу, что движение на автодороге Севербайкальск-Новый Уаян-Токсимо в 3-5 километрах от Северомуйска приостановлено. Как сообщает Муя-Инфо, для оценки ситуации и решения проблемы на место выехали специалисты. За прошедшие сутки 14 лесных пожаров были в Баргузинском, Заиграевском, Ивалгинском, Прибайкальском, Севербайкальском, Трабогатайском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, 297 гектаров. В тушение приняли участие 446 человек. 12 лесных пожаров в Баргузинском, Ивалгинском, Прибайкальском, Севербайкальском, Трабогатайском и Хоринском районах ликвидированы. Еще два лесных пожара в Заиграевском и Хоринском районах локализованы на общей площади 226 гектаров. На утро 5 июля продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов. Помимо этого, с помощью системы дистанционного мониторинга СДМ Рослесхоз зафиксированы две термоточки в Баунтовском, Ивенкийском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Движемся далее. На улице Геологическая во дворе пятого дома столкнулись КамАЗ и Субару. Водитель КамАЗа совершил столкновение со стоящим автомобилем Субару без пострадавших. К другим темам. В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о сотрудниках лесной охраны, которые якобы находятся на тушении лесных пожаров голодными уже двое суток. Как оказалось, это сообщение не соответствует действительности. Все сотрудники лесного хозяйства при выезде на возгорание, в том числе в рамках межрайонного маневрирования, полностью снабжены лесопожарным оборудованием, водой, продовольствием и иными материалами и средствами, включая средства индивидуальной защиты, таборные имущества и приборы искусственного освещения. Доставка продовольствия на возгорание осуществляется по требованию руководителя тушения лесного пожара. Все бойцы, работающие на пожарах, накормлены. Перебоев с поставкой продовольствия нет. Также в сообщении указано о сборе средств на еду сотрудникам. Республиканское агентство лесного хозяйства, лесничество и лесхозы не имеют к этому никакого отношения. При службе отмечают, что работники никогда не собирали и не будут собирать деньги на продовольственные нужды бойцам. Андрей Слепнев, Новости дня.